Блин, опять мне платить кучу денег. Надеюсь, мне говно будет. Ну какой контент мы снимем в таком хорошем салоне, действительно. Мне принесли кофе, попкорн, водичку. Смотрите, как красиво. Вот так вот фиктируем. Очень здорово. И вместе с этим зажимом помещаем ванну. Даже так. Как-то оно выглядит прям, ну, очень неаккуратно, из кучи пробелов. Убрать? Я думаю, что да, давайте лучше уберем, потому что, ну, он прям объективно не очень. Я говорю, ну, ситуация неприятная. Это похоже на базар. Куда мы попали? Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы и мы вещаем вам прямо из космоса. Земля и там... В иллюминаторе. Да, точно. Земля в иллюминаторе. Космокистки. Короче, сегодня мы с Лианой сходили в салон красоты. Первое сообщение от Лианы. Блин, там очень дорого. Ты уверена, что хочешь им туда пойти? Я такая, да. Делать мы пошли вот такой вот маникюр. И этот маникюр вы прислали нам в директ, мы его выбрали. То есть там было много вариантов, но это показалось самым прикольным, потому что он и в стиле Лианы, и в моем стиле одновременно. Сижу в такси уже, еду, короче, сейчас в салон, будем делать маникюр. Я в целом не понимаю, зачем вообще делать маникюр, потому что мой все еще прекрасный, трендовый. Так, ну что ж, я иду с цветами, я дико ору, потому что... Мне подарили цветы на интервью. Вот, а сейчас мы заходим, будем видосы делать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на 13.30 записана на маникюр, просто сильно пораньше пришла, но я подожду, если сейчас не может мастер принять. Да, девушка пока еще занята. Без проблем. Цветочки можно поставить. Если можно, то пожалуйста. Вы заходите в саду. Спасибо большое, если вам есть куда. Куда я тебя положу? Сейчас на это больше задаешься. Угу, спасибо. Мне принесли кофе, попкорно, водичку, смотрите, как красиво. Просто восторг оформления, конечно, шикарное, ничего не скажешь. Что за шок? Я немножко потерялась, позвонила Лисе, она помогла мне найтись. Сейчас я вам сниму, что тут? Как будто бы маленький кусочек не России. Выглядит прикольно. Администратор была супер милая. Супер милый администратор, очень красивый салон, безумно приятные комплименты и напитки. И я думаю, ну все, сейчас будет все шикарно. Куда мы попали? Почему нам принесли меню комплиментов? И почему у тебя так красиво выглядит вода? Все очень красиво, еще попкорн есть. Вот, есть подсветный, попкорн. Что происходит вообще? Я играю. Ну, это я не смевалась. Покажите, смотри, красотку. У меня это своя красотка. Просто потрясающее меню комплиментов, что? Я, может, как раз, из простых, но я первый раз такое вижу. Какая удобная вещь, я просто в шоке. Блин, это очень красиво. Красиво. Наверное, нет. Мы с телефоном посмотрим. Спасибо. Блин, ребят, честно, я просто в шоке от салона в меню с комплиментами, что выглядит очень классно и очень надеюсь, что сделают круто. Но всегда, конечно, есть риск, что нет, что не сделают. Поддержим пальчики, надеюсь, что все будет круто. Я выбежала, чтобы пить что-нибудь на завтрак, потому что ничего не ела сегодня. Путешествие за локру Асана. Шикарное, спасибо большое. Ну, какой контент мы с ними в таком хорошем салоне, действительно. Да, думали мы изначально. И мы садимся, и мастера у нас. Ну, у Лисы нормальный мастер, но тоже такая, знаете, не супер милашка. Они были обе очень как будто бы уставшие, хотя мы пришли в 12 часов. В 13 часов. В 13 часов у нас была запись. То есть, это и не утро, когда ты еще хочешь спать, и не вечер, когда ты уже достал, тебе достали все тленты. То есть, прям день. И салоне никого практически не было. Да, самое комфортное время. Так, смотрите, ну, у меня сейчас такие ногти. Это фэнси, ну, мне так нравится. Мы, короче, это с вами все стираем по понятным причинам. И мы с вами наращиваем не очень длинные ногти, чтобы сделать на них вот такой вот рисунок. Сейчас вам покажу. Я не очень люблю длинные наращенные ногти, мне с ними супер неудобно. Поэтому просто, ну, нужно будет сделать так, чтобы было понятно, что рисунок есть. Плюс я уезжаю на море сейчас. Нужно желательно, чтобы они тоже не умерли. Так, ты мне скажи, пожалуйста, мы с тобой сегодня же одинаково, да, делаем, или ты другое делаешь? Нет, мы с тобой делаем сегодня одинаково. А, окей. Тебе уже начали, да? Ну, как обычно, да. Как обычно. Прикольно, интересно. В этот раз будет, как всегда, вообще, за то, что у тебя наращивание, а у меня нет наращивания. У нас просто такой прикол с подругой, мы все время когда вместе куда-то ходим, и почему-то мне всегда делают быстрее. Абсолютно всегда. У нас не было еще ни одного раза, когда... Когда я последовалась раньше. Даже если у меня другой какой-то, ну, не знаю, ну, меньше работы, все равно почему-то какая-то магия. Мне всегда делают дольше, на пару часов. Ну, че, как думаешь, кто сегодня быстрее закончит? Это я? А кого маникюра сегодня лучше будет? Опять у меня? У тебя? У тебя? Не знаю, я не знаю. Сложно. Что скажете? Просто вы молчите. Нет, это сложная очень работа, на самом деле, длительная. И там много деталей. Вы сейчас как говорите, есть какие-то претензии на меня? Да нет, я просто размышляю в этом плане, насколько. Она не будет точно, прям в точности такой, но с кожей создала. Просто именно поэтому мы заранее посетили дизайн, чтобы могли показать, сказать, как правильно снимать эту работу. Потому что мы понимаем, что тот дизайн сложный, и не все его могут любить. Поэтому мы писали его заранее. Вот. А что вы имеете, как бы, тем форматой точностью такой же? Я-то я не могу гарантировать, что... Ну, я понимаю, что, например, вот эти вот полосочки, они не злые, конечно. Да, да. Но это не... Ну, просто самое главное, как понятно, что оно одинаково не будет, чтобы рисунок был, ну, похож. То есть, чтобы это не выглядело, как будто ребенок нарисовал, как клянца белая. Ну, да. Ну, вот, да-да-да, вопрос только в этом. Потому что, типа, если там будет просто белая точка и черные глаза, и какие-то невнятные рога, то лучше вообще не делать. А если она, в принципе, будет похожа, то, ну, понятное дело, что это не стикеры, не штамп. Что думаете, у нас получится? Мне самой интересно. Вот, интересно, да, хотелось бы, конечно, чтобы получилось. Я сажусь, приходит вот этот вот мастер. В отличие от администратора, у нее буквально лицо лица. Здравствуйте, что делать будем? Что-то красиво описишь. Я? Над тобой написано модное место. Я показываю ей референс. То есть, там достаточно простой маникюр. Ну, он объективно не суперсложный, я очень извиняюсь. Короче, показываю ей этот маникюр, и она смотрит на мой маникюр, такая, тут череп. Я привыкла рисовать бабочек. Бабочки, литочки. А что они так? Необычные просто, я говорю очень редко. Просит череп. Даже за мою 15 листьев краску это впервые. Ну, на самом деле про бабочек. Мы ходили в хайповой Нейлсани, которая, типа, в Москве-Сити находится. И у нас буквально был вот тот самый дизайн, который вообще созвучен. Там бабочки, цветочки, вот эта вся вот розовая фигня. Ну, я не знаю. Моя бабочка по описанию больше была похожа на разорванные кишки. Вот. Так что это было абсолютно ужасно, то, как они рисовали ноль слов. Это было абсолютно отвратительно. Хотя они, типа, станируют себя как мастера креативного именно маникюра. Собственно, потому что мы туда и пошли. Все это было очень-очень плохо. Вам интересно посмотреть мои работы? Ну, то есть вот это вот рисунки. Ну, да, у вас это такое яркое, позитивное. Такая тематика цветочно-бабочная, скажем так. Сегодня у вас еще будет череп, рога, козла. Прям вот по ней видно. Ну, вот я люблю, когда более нежно. Когда больше вот так вот мило. Я такая, ну да, у вас очень милые работы, а я люблю вот такие. Отлично, я не умею против бабочек и так далее. Эпсилюбле, конечно. Почему бы как бы и не уложить кузов другого человека? Мне вообще немножко удивительно, когда мы присылаем заранее дизайн, почему мастер не может накануне вечером просто попробовать его нарисовать? Если он не уверен в своих силах. То есть это реально не бабочка, которую он рисует каждый день 50 тысяч раз. Или заранее, там, в тот же день, когда показывают, ты такой пробуешь, такой, о, да, у меня получится, или о, нет, у меня не получится. Даже просто ручкой на бумаге попробовать его нарисовать. Да, да. Абсолютно, да, я тоже не понимаю. Даже когда я хожу на окрашивание вот этих вот моих странных штук, моих странных причесок, я всегда кидаю моему мастеру, типа, я хочу примерно вот так, я там или сама что-то фотошоплю, как я, да, это вижу, ну или каким-то, целую кучу референсов задавал, и он реально сидит и думает, прежде чем меня принять, может он это сделать или нет. Когда я к нему прихожу, у меня есть куча видео на канале, да, там, вот с этой же тавер-стрижкой, он мне объясняет, как это видит он, и как это будет выглядеть в реальной жизни, потому что парик это не фотошоп, потому что буквально твоя прическа сделана из парика, ну в плане референс был парик, и он мне все объясняет, и я тоже сам не понимаю, если чел идет на маникюр, ты не уверен, но в чем твоя проблема, потратить 10 минут в свое время и просто посидеть и подумать, а есть ли у тебя нужные краски, там, а есть ли у тебя нужные инструменты, и просто написать администратору, что типа, ну мы не сможем принять этого клиента, потому что я не покупаю как это делать. Сейчас произойдет, мы сидим, нам делают маникюр, и тут в какой-то момент подходит администратор, конечно же, никто не ожидал, что администратор подойдет, поэтому мы не смогли нормально включить телефон, поэтому вам придется посмотреть какое-то время на потолок, потом мы исправимся. Прямо с администратором будет заключаться в том, что, конечно же, как обычно, сначала назвали цену одну, а потом, видимо, потому что этот дизайн сложнее, чем точка, ну, цена стала другой. Цена может измениться, смотрите, у нас получается комплекс, маникюр, покрытие, гель, лак, снятие предыдущего покрытия, выравнивание ногтевой пластины, авторский дизайн, 10 ногтей, градиент, все правильно? И легкий дизайн, 6 пальчиков, все вместе, получается 5200 рублей. Вот, я просто информирую по цене. Какой цене легкий? Который рисунок, потому что мы считаем 10 ногтей дизайн-градиент и 6 ногтей сверху за рисунок. Почему легкий? Саша сказала. Если по системе просто пробивать. Ну, аж агрессивный легкий, но это реально не трудно. Ну вот, да, то есть получается 10 пальчиков и градиент. И 6 пальчиков у нас рисунок. Вот, по цене выходит 5200. Просто мы говорили, что получится 4,170, но нам изначально заявляли, что это будет маникюр, покрытие, снятие и авторский дизайн. Но не было обговорено, какой именно. Ну, нет, было. Мы вам фотографии присылали, 100%, я уверена в этом. Ну, а если присылали фотографии, мы вам могу это отнести в категорию легких дизайн. Легкий дизайн, это нужно точечку нарисовать и заплески. Ну, я поняла, поняла. Сейчас я еще проконсультируюсь у нас с руководителем и подойду к вам, хорошо? Хорошо, да. И все это началось с того, что они такие, это сложный дизайн. Лиз такая, а что сложного в этом дизайне, буквально? Они такие, простой дизайн это точка. Да. Меня так убила эта фраза, простой дизайн это точка. И вы думаете, наверное, что это сюр, ну вот вам, пожалуйста, проб. А почему вы так удивились, когда сказали, что это, ну, легкий дизайн? Ну, он же объективно трудный. Там, по сути, только лицо вот этой вот штуки, которая даже... Там очень много деталей, тем более вы требуете максимальную схожесть. Ну, просто самое главное, как понятно, что оно одинаково не будет, чтобы рисунок был, ну, похож, то есть, чтобы это не выглядело, как будто ребенок нарисовал, как клянце белое. И дизайн это наклейка, или стразы, или, ну, что-то просто. Да, если это дизайн, то есть, он же, он же, не легкий дизайн. Действительно, по мнению мастера, существует только два вида дизайна, простой и сложный. Я спросила, а средний существует? Она такая, а среднего нет. А средний дизайн существует? Среднего не существует, если только простой и легкий дизайн. То есть, вы делаете или, я не знаю, монолизу себе на ногтях, или делаете точку. Среднего дизайна нет. Я не очень понимаю это. Я понимаю, что, скорее всего, ценообразование от самого салона, но мне кажется, это очень тупо, потому что, ну, есть определенная разница между, сука, точечкой и сердечком. А как нам, это сколько займет по времени, вот, с учетом всего-всего? Слушай, отказать, маникюр наращиваю, понимать, до 2,5 до 3 часов. До 3 часов? У нас еще угредиент, 10 парчиков и в домах. Ну, хотя бы, чтобы, например, понимать, больше 3 часов точно. В какой-то момент нам подходит администратор, и она говорит, вот, у вас будет цена немножко пересмотрена, потому что у вас было выравнивание, это окей, окей, про выравнивание мы зита не говорили, хотя это немножко очевидно. Мы поговорили с руководителем, то есть дизайн мы оставляем так же, как есть по цене, как мы договаривались, но вот единственное выравнивание ногтевой пластины, которое все-таки не было обговорено, оно будет учитываться в стоимости, и получится у нас 4 660 рублей. Окей, без проблем. Да, все, отлично. А у меня в итоге что получается? У нас это же самое, только с наращиванием. Сейчас я посмотрю, давайте, и не подойдем. И она говорит, ну, и плюс ваш дизайн, поэтому сейчас мы пересчитаем, я говорю, подождите, мы отправляли вам и цену, и все, и дизайн. Поминай картинку, и она такая, ой-ой-ой, все, 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 все хорошо. Да, и буквально она говорит нашему мастеру, то есть вот у девочек на 10 пальчиков градиент, и еще простой дизайн на 6 пальчиков. И мастер такая, простой дизайн. И они начинают, ну, как бы... Насчитать на администратора. Да, администратор такая, ну, вот, так шил руководство, и начинается, знаете, вот такая неприятная перепалка при клиенте, сколько, что, кому платить. Я говорю, ну, ситуация неприятная, это похоже на базар. На самом деле, это такие мерзкие ситуации, когда все обсуждают цены, как на базаре, когда мастер, клиент, администратор чувствует себя, как будто бы мы на рынке морковь покупаем. Ну, нет, вас просто должны повестить об этом, администратор подошла это сделать, и как бы все это... Нет, ну, она бы повестила, потом начался небольшой диалог, что вот, а что такое сложное, что такое простой, про цену, и это, конечно, добавляет антуража рынка. И мастер такая, типа, она говорит, ну, что вы хотели? Чтобы у вас потом просто по факту цена выросла? Вы бы предпочли, если бы узнали о стоимости уже уходя у администратора? Нет, в смысле, мы присылали... Мы заранее, да, прислали фотографию, нам сказали стоимость. Мы же не просто пришли, типа, скажи, а давайте что-нибудь сделаем, чтобы что-нибудь сделать. Да, то есть мы заранее все узнали, подготовились, присылали фотографию, потому что мы отлично понимаем, что есть мастера, которые делают просто покрытие. Ну да, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. За час скажут, что вы сделаете, а в итоге ты делаешь 4 часа, и, грубо говоря, там, ну, условно, вместо 100 рублей у тебя там 5000. Ты такой, чего? Все, как и было, да, написано в переписке? Все, хорошо. Мы считаем, что как вы делаете? Да, окей. Да, только вот чуть-чуть, и заворавливай меня. Спасибо большое, что предупредили. Да, 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 мы решили, чтобы не было. Это правильно, спасибо большое. Не переживайте, не переживайте, все хорошо, все хорошо, не переживайте. Нет, ну, понимаете, администратор в любом случае, если он посчитал что-то, и там какие-то изменения, то он обязан подойти сообщить. Нет, ну, само собой, я к тому, что началась дискуссия, и вот я про это, что это такая неприятная ситуация. Ну, это началось, потому что администратор не возлечен в профессию, он, как бы, этого просто, ну, не знает. Я говорю, что за фигня? Я говорю, стоп. Нет, мы для этого специально все отправляли заранее. То есть мастер разговаривала очень неприятно, и сначала меня это бомбило, а потом, ну, блин, классно она делает нам контент. Буквально, да, это было очень неприятно и очень душно, особенно твоя мастер, что, кстати, удивительно, потому что обычно у меня какие-то более долбанутые мастера. Вот, ну, она прям, да, была максимально душнилая, очень-очень неприятная, и хорошо ей достаточно повезло, что реально у нее была не я, потому что у меня еще было настроение такое достаточно... Да, это правда, и даже удивительно, что из меня в этот раз она, ну, эта женщина вытягивала такую, знаете, энергию на разборке. То есть обычно я такая сижу, пытаюсь все сгладить, но вы просто такие, ой, вы что устали? А тут я такая, ну, нет. Не двигайтесь, руку положите, не надо двигаться. Расслабьте палец, я говорю, он расслаблен. И она буквально, например, рука лежит, дергает мою руку и типа, ну, короче, вот это, о, аж фон стал таким темненьким, когда мы заговорили про этого мастера. Я это на себя сразу решила. Если мне сделают плохо, я скажу, не, чел, спиливай, я не хочу с таким идти, я не хочу с этим платить и так далее. Это буквально то, что я сказала в конце. Да? Ну, так ты же мне сама еще говорила, типа, успокойся. А, да, да, да. Это будет в конце. Все, ты не сразу поняла про что. Ну, мне было очень любопытно, что получится в итоге. Как, я думаю, вам сейчас, наверное, любопытно. Потому что, ну, я, честно, когда рису скиллом этот дизайн, я думаю, блин, он клевый, но он простой. Типа, светлый градиент сделать легко. Нарисовать козла, череп козла с рогами, ну, тоже ничего сложного. Тем более, не нарисовать, а срисовать это разные вещи. Мне так-то уже реально, кажется, наращивание сделали полностью. Точно, мне так-то, говорю, наращивание уже полностью сделали. Мы сейчас просто его подпиливаем. Так что есть шанс, что я опять быстрее тебя буду. Ха-ха-ха. Есть шанс. Ну, где-то наращивание реально быстро сделали. Я думаю, мы гораздо дольше будем его делать. Козла срисовать козла с рогами. Ну, где-то попросил козла. Мастер, она поняла, что я снимаю видос практически сразу. Я решила устроить ей проверку. Я не думала, что она узнала меня как блогера. Скорее всего, она просто увидела, что я снимаю видосы. Поэтому решила лишний раз быть достаточно осторожной, потому что я реально не скрывала. А, и вот, когда я поняла, что она очень сильно осторожничает, это в момент, когда я стала спрашивать, типа, Сири, а коснулся ли салонов ковидные ограничения? Потому что, ну, я, например, не понимаю, да, как это будет в салонах. Потому что пока информация по Москве есть только про рестораны, а про салоны ХЗ. Ну, и, соответственно, я у нее спросила, а как вообще будете работать? А салон, это, кстати, коснулась вот эта вся история или нет? С ковидными вот этими штуками. Коснулась, да? Да. И, в принципе, ну, наверное, это правильно. Если не знаешь, ну, как бы, не говори. Я обратила внимание, что все было очень чисто. То есть у меня мастер был чистый стол, были чистые инструменты, тут вообще не докопаешься. А у вас давно в салоне существует? Да, уже почти два года. Ммм, просто у вас очень чисто. Я смотрю, и тут все как будто, ну, буквально открылось, может, неделю назад. Мне кажется, это так и должно быть. Нет, абсолютно точно так. Только так и должно быть. Но в большинстве мест, я думаю, не мне вам рассказывать, насколько все плохо. А так тут просто смотришь, там даже кресла в этом абсолютно идеальном состоянии. Вот их только из химчистки доставили. Все было чисто, аккуратно. Наши напитки, наш попкорн стоял на отдельном красивом столике. То есть обычно тебе ставят чашечку прямо на маникюрный стол, и все пилки от ногтей летят к тебе в кофе, в чай. А тут все было... Принесли буквально стол, отдельный стол под напитки и под вот закуску, там, в виде попкорна. Было очень реально приятно. Мне понравилось. Пошла в салон на услугу. Ну, буквально такое ощущение сложилось, что они реально увидели в нас каких-то дурацких школьниц. Почему дурацких? Потому что реально какая-то проблема есть с этим салоном. Мы с ней часто сталкиваемся, видимо, из достаточно неформального вида. Потому что мы явно несовершеннолетние. Ну да, это прямая цитата, за которую на нас вызывали полицию. Но это отдельная история. Для тех, кто не видел видео и знал Сани, в принципе, вам будет чем занять себя на этот вечер. Я вам даже завидую, чтобы вы еще не посмотрели. Потому что это лучшее, абсолютно лучшее на ютубе. Извините, другие блогеры, но это факт. Будем применять режимы, чтобы красивая была арочка. О, класс. Видите, как сформировалась. То есть он не лопаткой, а красивой арочкой. О, кайфово. Да, реально. Прикольно. Меня это, кстати, никогда не делали первый раз. Вот так вот фиксируем. Очень здорово. И вместе с этим зажимом помещаем в ламп. Даже так? Да? Это прям, смотрю, у вас тиктоп-контент. Не больно? Не, вообще не больно. Хоть мастер и в принципе вела себя странно, но когда я стала выбирать цвет, я с ней советовалась в счет подборки и так далее, какой лучше подойдет. И она просто меня игнорировала буквально ноль слов. Но мне кажется, это не очень. В итоге я советовалась с Лисой, и мы вместе выбирали с ней цвет. Ну и тогда уже мастер немножко включилась, когда заметила, что мы с ней активно обсуждаем. А когда я одна спрашивала у нее совета, то буквально тишина была. Как вы думаете, если здесь какой-то пастельный? нежно-голубой, какой-нибудь такой небесный. Пастельный сделать какой-нибудь? А не типа яркий голубой, а типа пастельный какой-нибудь. У меня мастер была прям какая-то токсик. Она постоянно, ну знаете, когда вы что-то заденете, она такая, вы задели. Или когда полинка упадет, она такая, у вас, вот это вот. И постоянно пытается обвинять меня, а мне такое не подходит. То есть я как бы не ученик, который пришел, чтобы выругали, или читать здесь сделанную домашку. Типа нет. Она как будто немножко бугорочками ложится. Нормально? Это просто на другом слое выйдет? Бугорочки? Да, да, визуально. Смотрите, на конце я хочу вот этот вот яркий. Да, по возможности. И, по-моему, в начале сейчас я его поищу. Конечно, может быть вот этот вот. Во, да, вот этот я как раз его, по-моему, и искала вот так вот, чтобы они были яркие. Сейчас, давайте, я вам могу продемонстрировать один ноготов, как это будет. А, да не, нормально, не парьтесь. Ну, спасибо большое за предложение. У меня это не настолько сильно принципиально. Меня еще убил момент с аэрографом. Градиент, чтобы он получился идеальным, нужно сделать аэрографом, который красиво смешает два разных цвета. Это, который у меня был в самом первом салоне, который самый дешевый был, который был где-то замкадом, да еще? Да. Я все еще в восторге от этого салона. Да. И я спрашиваю от моего мастера, а есть аэрограф? А какая нет? А у вас для градиента аэрограф? Нет аэрографа, да? Нет. Много почему-то где нет аэрографа. Часто замечают. А что это популярно? Это популярно, да? А у каких-то дорогих бешеных денег стоит, почему салон не закупают? Ну, если нет спроса, то для чего? Не, ну это же дизайн существует. То есть, например, мы довольно часто делаем где. Прямо страза, если не часто, она не будет. Если вы делаете часто, но это все равно, как бы, ну, вы это делаете часто, а кто-то не делает вообще. Ну, это как, я не знаю, в кафе не покупают высокие стулья, потому что у них как бы вроде, ну, детский стул не сидят, детей нет. Наверное, даже ребят приходят, и детский стул нужен. То есть, вот я по этому фразу. Если, например, аэрограф там стоит, наверное, 150 тысяч, это понятно. А если он там стоит тысячи тысяч, тогда непонятно. Почему бы его не закупить, чтобы он был? А, я еще молчу про то, что каждый раз, когда мне делало больно, я говорю, больно. И она просто молчит. И так каждый раз. Она извинилась только один раз, когда мне было больно. Один раз. Вот это такой простой этикет, да, сделал больно человеку. Ой, извините, пожалуйста. Это даже не этикет, это уже, ну, это просто, знаешь, хаотично, ну, ты это говоришь просто уже потому, что вырывается. И серия, если я кому-то наступаю на ногу, я такая, ой, извини, пожалуйста. Как бы хотя бы не просто понимаю, что я могла вот так вот едва-едва докоснуться, но просто потому что я потревожила чужое личное пространство, это уже просто вырывается. И как у мастера, который работает действительно с ногтями, с кожей, который может сделать человеку больно, не вырывается, даже банально, абсолютно базово, извините, для меня абсолютно вопрос. Да, это очень странно. И когда я начала с мастером дискуссию про то, почему нет аэрографа, она такая, ну, он не пользуется спросом. Я говорю, ну, вот мы пришли, например, на аэрограф, я говорю, он такой дорогой, может, он стоит там 150 тысяч. Тогда понятно, почему нет аэрографа. Не рентабельно, ты покупаешь его, она такая, я не знаю, сколько стоит, я никогда не задавалась этим вопросом. Я думаю, кому ты работаешь с ногтями, ты никогда не интересовалась, сколько стоит предмет для того, чтобы сделать градиент. И я говорю, ну, окей, я загуглю. Я гуглю, говорю, 5 тысяч рублей, типа, вообще с двух ногтей бы это окупилось. И она просто решена. Здесь мне настолько было плевать вообще на мое обсуждение. Но я реально не понимаю, в чем проблема купить аэрограф. Она такая, он не нужен. За два года я делала 4 раза градиент, и 3 из них себе. Окей. Очень спасибо, полезная информация. Но, возможно, если бы вы просто показывали, что вы умеете делать аэрограф, и предлагали его своим клиентам, это было бы за 2 минуты ваше время. Потому что даже когда мне делали аэрограф, это было очень быстро. Это реально было очень быстро. Это заняло 10 минут. В очень дешевом салоне мне это делали. В очень дешевом салоне это было. Что-то я вроде за маникюр с наращиванием дала, по-моему, было 3000 рублей. И мы сделали охеренный маникюр. Это самое-самое первое видео из этой рубрики. И, типа, если бы клиентам просто говорить о том, что, ну, мы можем сделать вам аэрограф, не хотите обычные ваши бежевые ногти. Может, мы сделаем бело-бежевые ногти. И, ну, большинство людей бы согласилось, потому что это прикольно, и это не супер ярко, и это быстро. А здесь просто все до топом, и эта рука закончена. Мы начинаем с уже козла, да, рисовать? Да. Круто. Нам делали разными техниками градиент. Мне смешивали цветок кистью. А мне брали пудру и наслаивали эту пудру на ногти. Вот. Мой маникюр, конечно же, был быстрее, чем у Лиан, несмотря на то, что у меня было опять наращивание. Господи, почему? В самом начале лист такая, а интересно, а у кого из нас будет дольше? Я такая, ну, конечно, у меня, у меня не было наращивания. У меня просто был свой собственный лак, и нужно было его снять и просто накрасть ногти по новой. То есть буквально ей никакой работы особо не нужно было сделать, а у меня было целое наращивание. Но не иронично, я все еще реально не понимаю, почему всегда я заканчиваю раньше. Просто, просто. Абсолютно всегда я раньше заканчиваю. Так, ну тут очевидно, что у тебя так себе градиент, потому что просто видно, что, ну, сверху буквально покрыли тенями. Я согласна с тобой, но, мне кажется, у меня выглядит вполне неплохо. То есть даже при ближайшем рассмотрении, мне кажется, выглядит макро. Цвета, да. Люди, я пока не понимаю. Да, я вообще ничего не сделала. Ну, расскажи ей, что ты про козла сказала ей. Короче, когда она начала мне рисовать козла, на что я обратила внимание, не знаю, слышала ты или нет, у твоего мастера ничего не было. Твоя мастер-пестаная повела к моему мастеру и спрашивала там какие-то вещи, краску, там, не знаю, кисть. Ну, то есть она буквально, вот, как будто у нее ничего нет, она спрашивала моей. Абсолютно еще с учетом, что та и все должна. Да, и моя очень лениво, то есть вот так вот абсолютно отвечала ей серии. Это моя краска. Я такая, в смысле краска такая, ну, это краска. Я такая, то есть краска. Она такая, ну, да, это краска. Я просто, типа, купила художественную краску и использую ее для рисования дизайна. Она же не смоется? Ну, по топам она не смоется, да? Нет. Хорошо. Я, кстати, сделала обзор на их туалет. Ооо, мне очень понравился их туалет. Туалет кайфовый. Там, в принципе, кайфово было. Да, интерьер там очень приятный. Смотрите, какой клевый и миленький здесь туалет. Буквально снимаю обзор на туалет. Ну, выглядит классно. Реально, он весь розовенький. Здесь какие-то пахучки. Какая-то коробочка. Даже не знаю, с чем она. Давайте посмотрим. Ааа, я не знаю, как посмотреть. Блин, это гениально. Твадный диск и... Блин, это прокладки. Блин, это очень мило, реально. Все чистенько, кстати, что очень важно. И такая милая раковина. Прям красота вообще. Мне очень нравится. Безумно уютно. Абсолютно не приведет ли абсолютно никакой там деловой этики? Вообще, просто абсолютно ноль. Но не важно. А это дорогой салон. Еще раз. Это дорогой. Это фэнси салон. Вот. И, короче, она меня это рисует. У меня уже нет настроения, потому что мне реально не нравится. И я такая... Просто... Мне не нравится. Это похоже на детский рисунок. Ой, слушайте, вы сейчас отошли. Я только сейчас эту штучку увидела. Ну, что-то как-то, если честно, мне прям вот вообще не нравится. Как-то она выглядит прям... Ну, очень неаккуратно. Из кучи пробелов. Ну, то есть, типа, как-то... Прям совсем не очень. Вот. Я думаю, что да, давайте лучше уберем, потому что, ну, он прям объективно не очень. И Лиана такая, а че-че-че, а че, а как? И я показываю ногти реально, и она говорит тебе, ну, не нормальные ногти. И я такая, реально нормальные? Потому что мне кажется, что хрень. Он такая, да, Рилы нормальные, поэтому я оставила. Так что вот это то, что вы сейчас видите, это исключительно только благодаря ей. Че, кажется, нормально? Мне кажется, неплохо. Потому что на то, что еще будет рука, если тебе не нравится, это главное. Я просто не очень понимаю, как будто. А, это итоговый, да, слой? Ну, если еще вот так топнуть, ну, да, 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 он подровняет. Не, если ты говоришь, что неплохо, потому что в этом лучше разбираешься, окей. Мы доверимся профессионалу, а я не выкупаю, ты же знаешь. Да, потому что я посмотрела, на самом деле, выглядело правдой, ну, типа, нормально. Вот, и не так плохо, как могло бы быть. Ох! Теперь показывай свой маникюр и рассказывай, как рисовали козла тебе. Леана еще минут 15-20, после того, как я закончила все рисовать, сидела там со своим козлом небесным. А у меня козел дьявольский. Сидела со своим козлом, потрясающе. Мой мастер просто рисовала, никак это не комментируя. Она такая, сейчас вы не двигаетесь, вообще не двигайтесь. И она такая, вообще не двигайтесь. И она мне нарисовала, она не спросила, как мне, нравится мне маникюр, не нравится мне. Ей было плевать, ей было абсолютно плевать. И я такая смотрю, думаю, ну, вроде нормальный козел. И все. И на этом как бы закончится наш общение с мастером. За вас у нас получилось 10 тысяч 44 рубля. Да, хорошо. А вы отняли, что у нас был рисунок только на дольке? То есть у нас должен был быть на двух руках? Да, там все учитано, да. Просто мы это прям решили буквально полчаса назад. Я вас всех люблю, всех целую. И не прощаюсь с теми, кто еще не смотрел самое лучшее бисерное видео на ютубе с тем, как разводится в салонах красоты. Пока. Пока-пока. Это будет, не побоюсь этого слова, т***. На нас вызывали ментов, нас обзывали бомжихами-курицами. Короче, я не буду вам спойлерить все. Давайте просто вместе посмотрим. Смотрим.